Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом выпуске я уже рассказывал, как Красная Армия наступала на Ржев Севера. И сегодня поговорим о наступлении Западного фронта Жукова с Востока, которое началось на несколько дней позже. Основой прорыва тогда стали части 31-й армии Поленова и 20-й Рейтера. Так, в первой концентрировалось 294 танка, тогда как во второй 263. И по итогу всего 557 машин. У противника оборонялись 4 дивизии, из которых 2 моторизованных. Также в глубине обороны еще находилось 3 танковых дивизии. 4 августа 1942 года после полуторачасовой артподготовки советские войска на плотах и по наведенным мостам форсировали реку Дрежа, уровень воды в которой из-за дождей поднялся более чем на 2 метра. Ну и затягивать операцию было нельзя, так как на юге в это время положение Красной Армии усугублялось. И враг мог направить дополнительные силы для скорейшего выполнения задач. Также стоит помнить, что у нас западный перенос воздушных масс. И необходимые данные для составления прогноза погоды наши синоптики не имели. Так, например, мы не знали, что происходит на метеостанции в Бресте, Киеве и Минске. Тем не менее, несмотря на погоду, войска успешно продвигались. Части 31-й армии прорвали фронт в полосе 9 километров и углубились на 8. Это был хороший момент для водо-танковой группы Бычковского. Их соседи 20-й армия также углубились до 11 километров. И в ходе ожесточенного штурма владели погорелым городищем. Поэтому подвижные группы водились в бой на этом участке. На следующий день бои продолжились, несмотря на вновь начавшийся дождь и сопротивление противника удалось склиниться уже до 30 километров. А передовые части 20-й армии достигли рек в Азузе и Кжате, где встретили упорное сопротивление фашистов из 9-й армии. При этом танковые соединения отставали в тылах. Что вызвало недовольство Жукова. Начало цитаты. Особенно преступно действуют 6-й и 8-й танковые корпуса группы Армана и группы Бычковского. Которые болтаясь в тылах пехоты, неся потери, не выполнили до сих пор ни одной поставленной задачи. Конец цитаты. 8 августа 1942 года наши стрелковые соединения форсируют в Азузу и Кжать. После чего под ударами противника начинают переправы упомянутые выше танковые бригады. Но из-за грязи и большого уровня воды в реках все сильно растягивается. И на эффект внезапности рассчитывать уже точно не приходится. Тем не менее, 9 августа 1942 года советские войска, 6-я танковая бригада, 8-я танковая бригада, 2-й кавалерийский гвардейский корпус, 251-я, 331-я и 354-я стрелковые дивизии вступают в встречный бой с тремя танковыми и тремя пехотными дивизиями противника. И расширяют плацдан до 3-х километров в глубину. Но это было максимально на что были способны войска в той ситуации. Разрыв в соединениях, отставание артиллерии и потери делали дальнейшее наступление бессмысленным. И войска переходили к обороне на этом участке фронта. А Жуков наносит удар в направлении Карманово, которым войска овладеют 23 августа. В этот день немцы выйдут к Волге в Сталинграде, а город будет сметен с лица земли немецкой авиации. Далее Георгий Константинович отправляется тушить пожар на юге. А взявший на себя командование Конев будет готовиться к взятию Ржева штурмом. Об этом поговорим в следующей публикации. А на сегодня у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова